Всем привет! Сегодня у нас заруба DJI Mini SE и FIMI Mini. Сначала летим на DJI Mini SE. Кто не знает, это FCC версия с хакнутым пультом и насадки на антенны стоят яги и отражатели. Ну, соответственно, дрон только на 5,8 частоте летает. Полетим в режиме среднем, позиционирование, скорость 8 метров в секунду. Плавненько набираем высоту в районе 170 метров и летим ориентировочно до 50 процентов. Дальше нажимаем возврат. Ветерок сейчас небольшой, попутный. Соответственно, возвращаться будем против ветра. Ну, ветер буквально 2 метра в секунду. Смотрим на качество связи. Пока вроде все четенько. Особых фризов нет. Иногда подтормаживает. Ну, а дальше полетим следом на FIMI. Точно по такому же маршруту, на такой же высоте ориентировочного до этого же уровня заряда. Значит, батарейка на DJI практически новая. Там 10 циклов всего заряда. А на FIMI там вообще второй цикл. Как бы она вообще новая. Или первый даже. Смотрим уже расстояние такое серьезное. 6800, 6900. И смотрим. 51 процент заряда. Все. На 7 километрах нажимаю возврат домой. Очень, конечно, далеко отлетели. 7 км. Это серьезно. Ну, видим, что связь уже никакая на 7 километрах. То есть это уже такой относительный предел. Может быть, конечно, еще бы дотянул до 7 с половиной. Но FPV-шка уже вся заторможенная. На 6500 связь восстановилась полностью. И летим назад. Скорость в режиме возврата 10 метров в секунду. Смотрим, долетит или нет. В прошлый раз, когда я летал на 7 км, он мне не долетел там 1200 метров. Посмотрим, получится ли сейчас долететь или нет. Ну, вероятнее всего, что нет. 20 процентов. И лететь еще 3 с половиной километра. Пытаюсь вытянуть по максимуму. Снижаюсь. Дальше уже и вручную полечу. Если бы встречного ветра не было, то дрон после 8 процентов, дрон снижает скорость, ограничивает мощность двигателя. Нет, не после 8. Вот сейчас. И скорость, видите, какая? 3 с половиной метра в секунду всего. Соответственно, никуда уже не долететь. Все, значит, 51 процент. Нажал возврат. Слетал на 7 километров. И, получается, не долетел я километр до точки взлета. Он здесь приземлился и пошел за дроном. Посмотрим, что покажет Fimia. Значит, Fimia новый. Аккумулятор, соответственно, новый тоже. В меню, в настройках поставил низкое качество передачи FPV. Ну, чтобы подальше можно было отлететь. И разрешение экрана поставил 1080p 24 кадра в секунду. Так FPV-шка становится еще хуже. Следовательно, дистанция полета увеличивается. Зачем это сделал? Потому что у меня нету насадок на антенны, как это было на DJI. Поэтому летим просто с голым пультом, как он есть. Смотрим. 79 процентов. Кстати, что заметил. Смотрите, вот напряжение еще не упало ниже 4 вольт на банку. А мы уже пролетели там почти 4 километра. Вот видите? 4,1 на банку и 4 километра почти. Фантастика какая-то. Неужели в FIMI начали батарейки новые какие-то ставить? По качеству. Летим дальше. Если накинуть яги на антенны, то качество связи усилится, ну, процентов на 30. А так летим с голыми антеннами. Та же высота. Примерно та же скорость. Значит, хотел долететь до 51 процента, но что-то потом вспомнил, какие проблемы бывают с батарейками у FIMI. И решил пораньше нажать возврат. Вот на 6,5 километрах нажимаю возврат. 53 процента. Ну, соответственно, в этих же условиях дрон летит против ветра. Пропала связь ненадолго. Вот, все восстановилось. Не знаю почему, но дрон вот так вот летит, волнами такими. То влево, то вправо, то влево, то вправо. Очень странно. Ну, ветер встречный, он буквально там не сильный. Почему он так летит? Ну, какая-то... Какая-то фишка, наверное. Не суть вот здесь я отменил. Ну, вручную уже начал лететь. Смотрим. 27 процентов. 2,800 лететь. Высоту забавляю. И лечу обратно. Очень удивило меня качество сигнала на FIMI. Что удалось без каких-либо приблуд на 6,5 километров улететь. И аккумулятор тоже, честно говоря, порадовал. 6,5 туда. 6,5 обратно. И еще остаток батареи, там, порядка 10 процентов. Ну, кто выиграл, не знаю, судите сами. Все, спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Спасибо за просмотр. Спасибо за просмотр.